Всем привет, меня зовут Евгений и сегодня мы поговорим про новинку 2019 года. Это гидрокостюм, который построен на базе нашего бестселлера по продажам модели Skiff. А называется он Skiff Pro. Что же изменилось в гидрокостюме с добавлением в название слова Pro? На данный вопрос я постараюсь ответить в данном обзоре. Так что смотрим до конца. При производстве данной модели используется эластичный и мягкий неопрен марки L от фирмы Шейка. Анатомический крой гидрокостюма состоит из 35 деталей, обеспечивает максимальное свободное движение подводного охотника в воде. Наружное покрытие – черный нейлон. Внутренняя поверхность – открытая пора. Как вы знаете, гидрокостюм с открытой порой надо одевать на мыльный раствор. Как это делать, вы найдете по ссылочке. Постараюсь в двух словах рассказать про отличия от гидрокостюма Skiff 2.0. А дальше мы разберем весь гидрокостюм детально. Первое отличие этой модели от Skiff 2.0 – это штаны без лямок. С дифференциальной толщиной неопрена в области талии. 7-5-3 мм на модели толщиной 7 мм и 9-7-5 на моделях толщиной 9 мм. Такое решение позволяет подвернуть верхнюю часть штанов открытой порой наружу, создав таким образом аквастоп. Второе отличие – это нагрудник для зарядки ружей. Он имеет подкладку большей толщины, тем самым дает возможность комфортно заряжать подводные ружья. Теперь мы поговорим о шлеме. Как мы видим, тут есть лицевая обтюрация. Обтюрация, как вы уже знаете, минимизирует попадание воды вовнутрь. Стоит отметить, что на гидрокостюмах 7 и 9 мм обтюрация имеет меньшую толщину. Далее мы увидим так называемые уши. Это дублированный нейлоном неопрен с внутренней стороны, который уберегает ваши уши от прилипания поры к ним. Если мы вывернем гидрокостюм, то мы увидим, как выполнены уши, обтюрация и оверлок с внутренней стороны. Отдельно я хотел бы рассказать про нитку, которая используется на оверлоке. Она отличается от нитки, которой прошит весь гидрокостюм. Она имеет лучшую эластичность и мягкость. Что это нам дает? Эластичность облегчает растяжимость, которую уберегает ткань от надрыва. Также она не дает последствий эффект бахромы, когда со временем нитка ослабевает и можно увидеть ее провисание. Мягкость данной нитки поможет положительно сказаться на комфорте при контакте с телом. Куртка имеет крой типа реглан, который увеличивает комфорт и создает максимальное прилегание гидрокостюма. Отдельно стоит рассказать про крепление для ножа. Которая расположена на груди слева. Имеет несколько вариантов для крепления ножен разных размеров. Также хочу напомнить, что крепить ножны удобно пластиковыми стяжками или линием дайнема. Теперь перейдем к нагруднику или упору для зарядки ружей. Он тут пришит гидрокостюма и в отличие от приклеенных аналогов он не оторвется у вас в процессе эксплуатации. А дополнительная подкладка большей толщины сделает процесс зарядки ружья простым и комфортным. Она хорошо тянется и не влияет на эластичность куртки гидрокостюма. Теперь давайте разберем рукав. Что мы тут видим? Правильный крой. Рукав по своей структуре уже согнут и имеет правильную анатомию. Потом обратим внимание на обтюрацию с шлифованным неопреном смускин. Увидим мягкий оверлок. Также тут есть дополнительные закрепки. Они тут для того, чтобы костюм если будет длинноват, то его можно подрезать. И нитка дальше не распустится. Далее у нас идет защита локтя. Дальше мы видим бобровый хвост с двумя клипсами, как и на всех гидрокостюмах от компании Marlin. Штаны с высокой талии выполнены с дифференциальной толщиной неопрена в области талии. 7-5-3 мм на моделях толщиной 7 мм и 9-7-5 мм на моделях толщиной 9 мм. Которая обезопасит вас от попадания воды внутрь гидрокостюма. Нужно просто подвернуть неопрен в районе талии и получится гидрозамок. Штаны с высокой талии облегчают дыхание подводного охотника, которому дополнительно ничего не сдавливает в районе груди. И он может делать максимальный вдох. Неопрен тут обработан оверлоком. Также мы добавили прочные петельки для хранения и сушки костюма, которые отлично выдерживают вес штанов гидрокостюма. Небольшой лайфхак. Чтоб петельки не спадали с вешалки, используйте обычную резинку для денег, которая не даст лететь штанам с тремпеля. Еще один плюс штанов с высокой талией, так это возможность сходить в туалет, не снимая куртки. В будущем мы конечно рекомендуем использовать гульфик. Это на порядок удобнее и проще, можете нам поверить. Дальше мы видим защиту из материала Duratex, которая отлично будет защищать ваши колени от повреждений, имея при этом отличную площадь покрытия. В конце мы видим ватерстоп или обтюрацию из гладкого неопрена с дополнительной закрепкой для тех, кто хочет подрезать гидрокостюм. Также тут стоит мягкий оверлок, про него я уже говорил ранее. Вывернув гидрокостюм, мы увидим качество шоу. Все они очень мягкие и не имеют так называемых ступенек. Весь шоу ровный и гладкий, благодаря проклейке специальным клеем для неопрена. В итоге мы получили отличный костюм, который подойдет не только профессиональным охотникам, но и начинающим, которые получат гидрокостюм с высокими характеристиками и отличного качества и по доступной цене. На этом все, меня зовут Евгений, надеюсь данный видеообзор вам понравился. Если у вас остались вопросы, можете писать их в комментариях, мы обязательно ответим на них. Всего доброго, до новых встреч!